Это мой сайт, это Фотография. Вот я буквально сам только сегодня готовлюсь к окончательной защите диссертации Александра Савельевича. Вот эти фотографии мы делали вместе, но я на эту линейку не обращал внимания. Помните мою знаменитую линейку, которая заплатила может сто, может сто пятьдесят мошеннических сайтов, подопитомников, интернет-плагодинок. Так, Антон на связи. Так, друзья, нас было мало, стало еще меньше. Поехали. Значит тогда я уже раз включил свой сайт, тогда я уже эту, чуть раньше времени эту тему закончу. Вот она в фотогалерее. Вот, 2022 год, это был феноменальный год. Наверное, если бы ученые заинтересовались и сказали, у нас в России есть свои уникумы, свои сады и мы весь впереди планеты всей. И тогда бы вот это вот все, вот это вот все знал Брюссингер. Но наши ученые решили не заметить. Хотя, смотрите, вот, пожалуйста, телевизионный канал дарит мне этот самый демонстративно, ну понятно, это же коммерция. Вот мы железо ударим трансовый этот самый опрыскиватель, а люди выйдут и будут покупать тоже. То есть все-таки известность была, но ограничена. Ладно. Итак, смотрите, почему. Готовится к Елене Александровне Советничка, окончательная защитная диссертация. И тут я заметил, знаете, что? Что у нее тоже своя линейка, тоже фирменная. Теперь попробуй нас с ней обойди, как говорится, на хоровой кобыле. Видите эту линейку? Вот. Теперь эту фотографию уже украсть не смогут. Вот эту фотографию украсть не смогут. Ну вот. Это мы вместе с ней прививали и это. Действительство обращивали. Само расшло. Наша технология такая. Не мешай, будь будешь, что есть плоды. Вот это вот. Видели? Вот это вот. Вот это вот. Я вот сегодня готовился, мне надо было перегнать немножко фотографии. Как бы отчет о нашей работе. Подготовка к этому. К защите диссертации. И вот тут вот она. А когда фотографировал, далее не вспомнил. Ну и так далее. Вот она. Вот она. Ну поняли. Итак, я забежал вперед. Хотел занять паузу, пока Антон искал возможность подключить чего-то там. Поехали дальше. Итак, вот это наш вебинар. Еще один и будет юбилейный трехсотый. Значит, у меня вся информация не с... Это как... Кто видел последние фильмы, там был упреклся с серьезного человека. Надо готовить эти самые сценарии. Надо готовить фильмы, чтобы было это... Ни хрена. Вот это тот же самый фильм. Это же все уже снято будет. И многие, большинство из вас увидят записи. Завтра, после завтра. Вот. Не могу. Не получается. Еще и меньше будет народу, если у меня не будет. Каждая фотография что-то новое. Новое, новое, новое. А в сумме этого ни один человек на всей планете, кроме меня, больше этого не расскажет. Вот. Смотрим. Вот что это такое? Слева идёт. Ну что особенно, Господи? Растут в тени. Сарли сморисенькие. Вот. На третий год заплодоносил. Что особенно? Особенность-то у него одна есть. Я потом еще покажу. А пока на ней концентрируюсь. Значит. Сильно рано. Да, жара дикая. Ну, у меня все сливы зелёные. А этот взял и заплодоносил. И уже это. Сильно мягкий уже сыпется. Как это могло случиться? А вот так вот захотел. А это прививка на китайскую сливу. Захотел и выделился тем, что это. Если бы нормальное было бы лето. Может не так бы заметно было. А ей дикая жара 24 августа в гоплоды. Вот. То есть, его уже можно брать в работу. Елена Александровна Савинча обращаюсь. Как особый случай. Почему? Когда мы дойдем до второго случая, я вам объясню это подобное. Для чего нам надо, чтобы были не только сверхпоздние, но и сверхпоздние, но и сверхпоздние. Идем дальше. Так, вот наша, как бы, именинница. Скоро будем поздравлять её. В октябре, по-моему, защита окончательная. Вот. Значит, мы демонстрируем все вот это и вот это. Я фотографирую. То есть, вот это самое длинное. Когда на дворе первый августа, впереди ещё половина лета. Вот. У совершенно скромного абрикоса, привезу на маджурис, уже сейчас двухметровые ветки. Здесь, может, не так видно, но они длиною. Размер такой же, как у Леонсандра Савинча. Вот. И впереди ещё будет и третий метр вылез. Как это случилось? Ни одного полива, повторяю. Ни одного подкармливания, повторяю. Ни одного опрыскивания, повторяю. Богом плюнуть. Вот. Обыкновенный бугорочек, одна телеска. Каждый год показываю. А я отличаюсь от народа, от тех людей. Вот. Чем? Наверное, единственное. Вы, вас когда научат, они учат привозить. Уже ясно, что эта прививка никогда расти не будет. Помните этот паразитарный прививк? Страшная дикость. Помните прививка верхушечных почек? Помните, помните, помните. А дальше-то не показывать, чтобы не позориться. А вы каждый год. Вот, пожалуйста. Любуйтесь. Первый год, как кое-как, прижился. Вот. Это был невыдовичный садий. Второй год. Нормально подошел, где-то на метр. Вот третий год выстрелил. Вот поменьше. Ну ладно. Яна Стана Савиньевича, фотография, все разрешения. Для того, что она, думаете, она просто отдыхает? Нет. Она сейчас только наснимала кучу этих самых. На столе лежит у нее книга. книга. А в этой царь рыба, моя любимая эта самая, Астафьев, вот он, видите. Виктор Астафьев, царь рыба. Она попросила у меня ее. Вот. И в ней уже сейчас сотня листьев. Листья, конечно, мы в дереве попросили, попросили. Это листья, которые надо измерить. Вот. Я недоумеваю, зачем это надо, но это надо до защиты десятаз. Вот. А этот перерыв только для того, чтобы собраться с мыслями и внимание еще смотрим вот сюда. Итак, мысль, это, вчера случилось одно краеугольное за нее вещь. Значит, она вчера собрала своими ручками ведро, два, три, не спросил. Вот этих вот сикатаринских абрикосов и амура. Для чего это все я искал так. Не нужна науке свободное плавание? Все умеешь, все знаешь. Вот. Вырастешь питомник из этих костов и продавай. У тебя будут настоящие сикатаринские, у тебя будут настоящие амуры, а не те. Помните, фотография моя в Косоярск, вот, питомник Флора, моя фотография, мой манжурский абрикос, написали манжурский абрикос, 300 рублей, а на второй фотографии тоже касается 800 рублей. Вот вырастешь тысячу штук, еще и это. И еще может, у тебя получится денег больше, чем у любого сотрудника института. Сейчас врачи институт на нищенский зарплат. Короче, я тебе вчера сделал роскошный подарок. Вот. Твоему уже диссертации. А вот этих я очень жалею. Как Елена Александровна оказалась самой умной, самой грамотной. Самая умная это от родителей. Самая грамотная это от этого. Закончил университет, красный диплом, молодец. Потом еще один университет, аскорентура. Но опыт практически приобрела у Железова. И мы теперь вместе с ней жалеем вот этот коллектив. Что здесь написано? Темирязевики стартовала летняя школа после лекции. Если вы вот эти дети ничего не изменилось. А как могло измениться? Ну, надо там тихушку подглядывали за моими вебинарами. Допустим. Подгляды так. Не афишируя, что это. Вебинары, фирмы, фирмы, еще больше вебинаров. Их вообще больше 5000. И намотали на усы, жизнь ему пригодится. Вот уверен 100%, что вот этот коллектив, тут их наверное 30 сколько человек, допустим 30, что этот коллектив так, они понятия не имеют, как садить деревья, как выращивать деревья. Так как их научили, вы представляете, сперва колечим, а потом селекция занимает. А скажите, для искалечивания деревьев можно селекцией заниматься? Как вы думаете? Вот я посадил, она растет, я не подхожу. Вот это и есть селекция. Пусть по железу. А там другая селекция. Три книжки, которые я прочитал, выпущенные ГСУ. Вот. Помните, я рассказывал про бывшего директора ГСУ, Великого Александра тебе рассказывал, которая это самое, рассказала, как они селекцией занимаются. А потом беру книгу выпущенную ГСУ. А там опять половина веток лишних. Отрезал их, все, морозокостей нет, одни болезни, одни болезни. Вот и что получается. Сейчас одну вспомню. Сейчас неудобно говорить, неудобно это, почему? Будем говорить про известного человека, поэтому фамилии не будет. И у меня такой соблазн был прокомментировать громко, сказать, ну что ж натворил-то, а? У тебя на дереве полно тли, а он не видит, что он с этим деревом сотворил, а он же среди учителей числится. А я представлял себе, что нету этих ран на дереве, на штамме, нету. Была бы у него тогда эта тля или нет. Но я рассказываю про свои, говорю, у нее нету тли. случайно. А вот эти дети несчастные, они, как они будут заниматься селекцией? Ирина Александровна, объясни ты мне, пожалуйста, что я сейчас добиваюсь? Я бью несколько лет в одну точку, тебя надо забрать туда, а ты говоришь, а я туда не пойду, тебя еще никто не зовет. И, конечно, не позовет, а поговорить-то хочется. сколько труда сил потратит на то, чтобы заниматься селекцией больных деревьев, больных. Про сибирские подвои знать не знают. Про Мичурина, ой, я все забываю тебя спросить, Мичурина проходили или нет? Ирина Александровна, вот просьба такая, если я не говорю, что на связи, мы тебе дел хватаем. Если сейчас позвонишь, скажешь, да, проходили подробно, мы вспомним и Бельфор-Китайку, мы вспомним про царападусы, вот, и много чего еще. Вот, если на связи, позвони, скажи, да, нет, громко, чтобы все услышали. А тут же слово какое, по селекции. Это сколько труда напрасно. А тут среди серьезные мужики, явно что с этими, остепененные. Чему они их научат? Если вся учеба, лишние ветки на дереве отрезать. А вот это начинается мое поколение. Внучка Лера за 3 дня 2800 рублей заработала. Но может приносить доход это садоводство? Если, конечно, вот эти костики, которые она потом помоет, отбракует, нальет полный таз воды, всплывшее выкинет, остальное отдаст деду сушить. Так вот, интересно мне знать, что-нибудь они знают от этих самых абрикосов сибирских, до которых вам до неба. Вы же украли фотографии мои. Я же над вами издевался несколько лет. Помните вы пустите с теми рядесят? Присвали мои фотографии, как она называется, биографию, размер, все подробно, все так это расписали. Только непонятно, если фотографию мою убрать, откуда у вас это все. И вот тогда получается, что начинаем с нуля, ребят. Извините за мое этот тон. Вот. С нуля это вот уже с таких детей. Эта девочка сказала, я буду садоводом. Правда, один раз уже раздумала, потом сказала, буду. Арсений. Вот. Ее двоюродный брат. Видите? Персик непривитый, взял и дал один плод, зато какой. Вот. С пять лет Саша. Вчера 200 рублей заработал, собрал ведро. Вот. Отругали, чтобы не таскал тяжелое ведро. Что-то с них сдать. Ну и тут сколько времени пройдет-то. Ведь учить-то должны не эти. Не эти, когда вырастут. А вот кто учить-то должен. Вот галстуки зеленые это. Ну видно, что это серьезные люди. Но они же не знают того, что знают в Савинии. И не обязательно это сталкивать лбами. На северяков и москвичей. Нужно найти такую бригаду создать. Кто-то найдет денег финансировать будет всю эту работу. За пять лет можно вырастить посреди Москвы. Так сложилось, что пока Москва росла, росла, а Темряжская академия боялись тронуть. Года два назад закрыли. Вышли на это самое. Руки просят науки. Вышли тысячи людей. Видимо собрали всех родственников, уборщиц, секретарш этих дворников, этих самых, сторожей. Все собрали. Вышла такая толпа. И правительство в Москве испугалось. И оставило их покое. Она сказала, гоните 50 гектар, вам за них дадим деньги, выкупаем вас, а вы на них будете студенты усить. А на чем усить? на компьютер, а ждать еще 20-30-40 лет, пока вот эти войдут в силу. Вот это вот, вот эти вот. Тимошка, он самый старший из моих внуков, 13 лет. Вы уже хорошо знаете. Когда они вырастут? Сестра его, Сонька, София Николаевна. А это вот пожалуйста. Это они собирают, а я готовлю на продаж. Вот. Это фотография, ну как сказать. Я сказал, давайте вас фотографируем, а это я Валерия Железовой говорю. Вот это первый урожай скромный. Дерево трехлетки это черный апрекос, черный принц. Он правда уже осыпался, но принц у меня особое отношение. Первый урожай, грозь зависели. От сих пор единичное отношение только потому, что переехал в другое место. по премьер пемьер львово топ пемьер пемьер переехал